Привет! Привет! Итоги дня. Что тут можно сказать интересного? Сегодня понедельник, 18 апреля, 22-го. Оля Судоргина и посиделки на кухне. Или где придется. Но если подводить итоги дня, то что было интересного? Из дела было, наверное, мало что необычного. Проснулась, сходила на море, позавтракала, поработала, поучилась. Вроде бы все, помыла посуду. Но на самом деле сегодня был разный по смыслам какой-то день. Я сегодня общалась с двумя подругами. С одной мы разговаривали на тему того, что сейчас происходит в мире и в личной жизни, в семьях, на работе. Мы обсуждаем с разных сторон. И так как и она эксперт по работе с мышлением, и я изучаю, углубляясь в эту тему, то так или иначе мы всегда подходим к тому, что основная задача и основной интерес – это настроить работу тела и мозга и эмоций в ритме, в котором ты хочешь. То есть научиться этим управлять. Но именно в таких диалогах каждый раз приходит больше осознания в важности этого. А со второй подругой мы разговаривали о предстоящем путешествии. Мы хотим отправиться втроём с подругами в путешествия в следующем месяце. И мы обсуждали наше путешествие, а также личные вопросы её жизни. И снова, и снова это про мышление, про то, если это про неразделённую любовь, которая возникает, потом теряется, потом что-то куда-то приходит, уходит. И это всегда про то, как мы воспринимаем другого человека, что мы о нём себе придумали, как мы красиво его себе описали, за какие качества. И второй раз я заметила, что действительно у женщин, то есть у меня был подобный опыт, и сейчас я вижу у двух подруг, когда тема секса очень привязана к теме отношений. То есть я люблю его, потому что, грубо говоря, это один из первых мужчин, с которым я получила удовольствие о сексе. И уже не важно, какой он там из себя, и уже не важно, что я ему не нужна, и уже много что не важно, и я его люблю. Интересная такая связка. Я рада, что мои истории закончили с этим пока. Но они есть. Поэтому вот по итогам у меня такие две интересные истории, которые я люблю изучать. Ещё мне надо прочитать бумажную книгу. У меня есть 10 пунктов в день, которые мне надо выполнить. Которые меня либо продвигают в здоровье, либо продвигают в голове, в развитии. Вот, поэтому осталось прочитать, и можно идти спать. Вот, на сегодня всё. Вот такое видео без смысла. Бессмысла для кого-то со смыслом для меня. Я целую всех, кто вдруг смотрит. И прекрасного ночи, родня. Хотя Рутюб почти ночь обрабатывает видео, только утром выкладывается. Это интересно. Всё, целую. Прекрасного дня. Продолжение следует...